Пани Тапановая Мы начинаем церемонию ина... Извините. Дамы и господа. Мы начинаем церемонию инаугурации президента... Извините. Репетицию церемонии инаугурации президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Ну, а теперь рассказывайте, что мне делать, как тут все будет происходить. Вы же один раз это проходили уже, да? Проходил. С вашей помощью, да? Прошли, да. Виктор Федорович, ну, все дуже просто. Головне, нужно запамятати слово инаугурация. Так. Не дислокация, не трепанация. И главное, не деградация. Доброе? Слушайте, Виктор Андреевич, что такое деградация? Я знаю. Ну да. То, то Виктор Федорович. Починаем репетицию инаугурации с небольшими корреляциями, с прямой трансляцией. Починаем. Слушайте, ну вы только что столько сложных слов сказали. Для меня это экзекуция, я вам скажу. Экзекуция. Все дуже просто. Идите сюда. Значит, по-берше, по-берше. Красивым шагом вы подходите к сей тумбе. Очень красиво. Вот так подошли. И кладете руку. Так, какую руку кладу? Так, яку я руку кладу пять лет назад, вы не помните? Вы левую. Тогда правую. Кладите правую руку. И починайте присягу. Будь ласка. Хорошо. Виктор Андреевич, шо мне делать левой рукой, я не знаю. Не знаю, Виктор Федорович, не важно. Не важно, да? А можно я вот так вот? Нет, Виктор Федорович, ну це присяга, не надо так. А, я понял, хорошо. Ну надо шо-то ж делать. Давайте я как в машине. Нет, нет. Нет, да? Не надо я в машине, просто-просто, да. Не, ну поймем, мне надо шо-то делать, я не знаю. Ну давайте я буду ритм отбивать, вот так стоять. Виктор Федорович. Да. Мне шо-то надо делать. Добрый, встаньте, я к вам удобно и все. Слушайте, ну мне вот так удобно. Виктор! Шутка, шутка. Ну ладно, я разберусь, давайте дальше. И начинаете читать текст присяги, давайте. Так что я читать, я ее пять лет назад наизусть выучил. Добро. Добро. Тогда первым делом вы говорите, что вы, як президент Украины, пешим делом зробите на посту президента, давайте. Так, это я знаю, это я готовил. Прекрасно. Итак. Дорогие друзья, украинцы, первым делом на посту президента Украины я хотел бы навести порядок в нашей культуре. Пора. Да. Именно поэтому сегодня сюда я пригласил, встречайте, Анни Лорак. Есть. Александр Пономарев. Отлично. Потап и Настя Каменский. Давай, Федорович. Руслана Лыжичка. Ай. Группа друга. Рука. Река. Что? Река Нева. Хорошо. Тиночка Хара. Ай. Получат. И др. И др. И др. И др. И др были. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Я не пойму, а чего мы такие грустные? Непонятно. А где же веселье, как на плакате? А где же эти веселые нотки? Как у вас там? Белое что-то на крак. Червонное сердце на белом. Давай, давай лопайте, ребят. Нормально. А чего вы стоите? Вы присаживайтесь? Я не. Уже в гостях у меня. Присаживайтесь. Давайте, давайте. Ну вот, совсем другое дело. А главное, мягко. Ладно, теперь серьезно. Давай. Украинцы. Перед вами геноцид украинской культуры. Идать, Лев. Что? Я на фонде. Нет, нет, сейчас я не ошибся. Наташка Могилевская. Добрый вечер. Мне же кажется, ты в прошлый раз за меня ездила, да? Да, да, да. Я за вас. Это ж надо, второй раз не угадала. Я не знаю. Молодец. Ну, бывает. А вы гляньте на этого. Йо, как дела? Слышь, попал. Да не, я потом. Не, мужик, ты попал. Йо-йо, ну, кошмар какой-то. Вы нас, пожалуйста, простите. И, извините, нас, нас заставили. Слушайте, ну, кто вас заставил, а? Деньги. Ладно. А теперь давайте, значит, без денег. Специально для меня, для друга. Можно? От души, будь ласка. Ну, давайте, на три пятнадцать. И? Сыня полоска на белому белому. Можно танцевать, если есть желание. Я ж Януковича очень любила. Ну, раз такая фигня, то любил вас я. Молодец. Йо, йо. Вот это. Сыня полоска на белому белому. От Януковича сына родила б я. Ну, раз такая фигня, то родил бы я. Ну, это красиво, но лишнее. Какая жалюстная песня, да? Прощальная. Ладно, я вас прощаю. Прощайте. Ну, прощайте уже, ну, не маскуйте глаза. Ну, у меня же это грезное мероприятие. Так, все. Значит, давайте, конец, я полетел на футбол. Какой футбол, Витя? С початку, с початку. Итак, вас пришел поздравить. Так. Весь политичный бомонд. Итак, любит руси, застричайте Арсений Яценюк, який на этих выборах так и не стал Петровичем. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Арсений Петрович, ну вот скажи серьезно. Ты, что действительно считаешь, что ты самый умный, а? Виктор Федорович, ну сколько раз можно повторять, а? Я украинец, понимаете? Я украинец. Ну сколько он не понимает? Леонид Михайлович. Здрасте. Извините, опоздал, задержался. Со двора не мог выехать. Да. Виктор Федорович, у меня есть подарок. Давайте, поздравляйте. Песня, посвященная вам. Интересно, брошу. Ты ж одессит, Мишка, а это значит... Это точно про меня, подождите. До конца дослушать? Хорошо. Что не страшны тебе ни горе, ни беда, Ведь ты моряк, Мишка. Моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Да. Действительно не про вас. Сильно, сильно. Скажите, Леонид Михайлович, ну а про меня? Есть что-то в репертуаре у вас? Да, Виктор Федорович, да. Видел ваш лозунг «Украина для людей». Так. Скажите, на мне это никак не отразится? Слушайте, а когда Бангет? Виктор Андреевич, когда Бангет? Держите меня про Киев. Про Киев не может. Надо послушать про столицу. Будь ласка. Есть город, который я видел в гробу. Слушайте, а Леонид Михайлович, у вас уже памятники падают. А зараз, люби друзья, сюрприз. Завстречайте. Кандидат в президенты Украины. Яга так и не прошла трехпроцентный барьер. Сама? Ох. Юлия Владимировна Тимошенко. По нашей украинской традиции «выдить обреченну». Не понял. А, это прямо «нареченну». В смысле? Но есть такая традиция потери невинности. Что? Невиновности. Кошмар, но у нас дикий народ. Так, успокойтесь. Традиции. «Выдить обреченну», прошу. Традиция «выдить обреченну». А сейчас, по нашей фольклорной традиции, обреченно, будь ласка, скоштуйте хлебину да воду. Мне ее ломать? Не привыкать. Будь ласка, и по нашей знамечательной традиции, зараз, будь ласка, програвши кандидат президенту Украины, потисните руку победившему кандидату президенту Украины. Будь ласка, потисните, я вас прошу. Я не буду. Потисните. Шановный Виктор Федорович, я витаю вас с победой на этих выборах, но хочу сказать, ситуация не однозначна. С одной стороны, выборы были честные, а с вашей – нет. Юлия Владимировна, ну что ж вы за человек такой, ну какая разница, кому пошли эти проценты, ну у вас меньше, у меня больше, ну у меня больше, у вас меньше. Ну это же элементарная физика, это же закон этих сосущих сообщений. Виктор Федорович, як же ж вам не соромно, як вы могли об'єднатися з Ющенко, людиною, яка надала звання Героя Украины Бендері. Ну правильно, что президент знает, что делает, зря не будет говорить, вот у человека в руках целый список людей, и это люди не просто так, это люди деньги заплатили. Ну а сейчас я скажу от себя, прячьте, без бумажки. Дорогие друзья, поздравляю всех с моей победой, как говорится, гуляй Донецк, работай Украина. Поехали! Мы идем поперед, всем известным маршрутом, назло светофором. Мы задом повстречно идем, мы и в НАТО хотим, и с Россией дружим, как будто. Мы любим, как будто, мы даже как будто живем. Ой, заря моя, заря, Братья Володы, зазря, Только сорок пять процентов, Остальные все заря. А заю, 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 Я вообще не говорю, Это ж надо обозвать. Меньше, чем у я ценю. Меньше, чем у я ценю. Двадцать лет, а мы все еще только в начале, Нас с тобой посчитали, Лапшой накормили отцы. Тянут лево одни, А другие нас вправо толкали, А мы между ними Болтаемся, эх, бубенцы. Ах, заря моя, заря, На Майдане вы зазря, На Майдане вы зазря, В оппозицию идете, В опу проще говоря. Эх, заря, 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 Снова выборы прольем. И зачем голосовали, Нахрен проще говоря. Студия Квартала 95. И Балет Джузель, ваши аплодисменты. Спасибо вам большое. Добрый вечер, дорогие друзья. В Квартале 1 апреля. 1 апреля. Замечательный, уникальный праздник. Все звонят, друг другу разыгрывают. Знаете, вот совсем недавно мне звонит Виктор Федорович Янукович. Да, звонит и говорит, Вова, поздравь меня со сцены, И все у тебя будет хорошо. Потом звонит мне Юлия Владимировна и говорит, Вова, у тебя же все было хорошо. Зачем ты поздравил Виктора Федоровича? Я говорю, да я сделал то же самое, что и вы, Только я не так долго ломался. Потом звонит Юрий Витальевич Луценко, Говорит, Вова, с праздником. Я говорю, Юрий Витальевич, Я, конечно, вас очень уважаю, Но вы пока мне не звоните, Пока там все у вас не устаканится. Да, потом позвонил Платини, Платини звонит и говорит, Вова, выгляни в окошко, там все хорошо. Ну, я выглянул в окошко, там сурки стоят с плакатом, Написано, скажи Платини, что у нас все хорошо. Ну, сказал Платини, потом позвонил Лазаренко, Говорит, Вова, выгляни в окошко, как у нас все хорошо, а то у меня окошко маленькое, высоко, с решеточкой такая. Потом подзвонил Зарян в шкиряк. А может, и не Зарян в шкиряк, у меня номер не определился, неизвестный просто. Ну, знаете, ну, пока все звонили, знаете, что я пропустил? Пропустил звонок мамы. Перезвоню маме, говорю, мам, что это произошло? Она говорит, Вова, ты хорошо кушаешь? Я говорю, очень хорошо кушаю. Одеваюсь, я говорю, очень, я тепло одеваюсь. А я говорю, а что ты звонила? Говорит, просто мы хотели услышать с папой, что у тебя все пока хорошо. И вам желаем сегодня хорошего настроения. В добро пожаловать в вечерний квартал. Каждый вечер, вечер наступает в друге. Если делать нечего тебе, мой друг. Если ты от жизни от своей устал. Может быть, загадишь наш вечерний квартал. Здесь сияют витрины и горят фонари. Здесь сигналы в машине от зари до зари. Здесь красотки танцуют, здесь всегда полный зал. Здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Наш вечерний квартал. Спасибо огромное за ваши аплодисменты. И что хотелось сказать. Сейчас Украина настолько политизирована, что о политике говорят на всех каналах. Даже на канале Дискавери. Внимание на экран. Политическое Дискавери. Итак, обычному украинцу снится, что президентом стал Олег Тегнебок. Юлия Владимировна узнала результаты выборов. Дискавери, мы предупреждали. Ситуация, знакомая всем. Этой зимой обычный киевлянин добирается на работу. А в это время мэр Киева где-то на Мальдивах работает. Немного архивного видео. Юрий Луценко возвращается из Франкфурта. Почти добрался. Недавно в Киеве прошла забастовка гаишников. АПЛОДИСМЕНТЫ Репортаж со встречи президента России Медведева и Тигрюли. Кстати, недавно в программе «Модный приговор» Борис Моисеев приговорил оператора. АПЛОДИСМЕНТЫ Но, да бог с ним, мы продолжаем. Дорогие друзья, в нашей программе мы не раз говорили о пользе лечебного голодания, иглоукалывания, уринотерапии. И вот сегодня для тех, кто воспользовался нашими советами и до сих пор жив, мы предлагаем еще один способ, так сказать, исцеления, оздоровления организма. Дорогие друзья, встречайте, у нас в гостях заслуженный морж Украины Петр Иванович Хреновый. Ваши аплодисменты. Господи, моржовый я, Петр Иванович. Извините, Петр Иванович, да, ошибся. Что, холодно, да? Замерзли? Да, очень. Слушайте, может, чай? Да, чай, чай. Горячий, чай. Горячий. Да, очень горячий, да. О-о-о. Вот это, не, 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 ниже. О-о-о. Ой, может, мне надо сесть, можно? А где Петр Иванович? Ладно. Ну что ж, Петр Иванович, расскажите мне и нашим уважаемым зрителям, как вы впервые, так сказать, оказались в проруби? В первый раз? Да, первый раз. Так же, как все, решил сократить путь. Нет, это случайно. А вот сознательно, да? Целенаправленно в прорубь. Это было на крещении. На крещении, да. Решил медленно войти в прорубь. Пошел, вхожу, зашел, по пояс зашел. Зашел, по пояс. И никогда не думал, что у меня такие длинные ноги. Ух, зашел. Подождите, подождите. Я по телевизору видел, что моржи, они немедленно входят в прорубь. Они вот ныряют прямо в нее сразу. А вы видели по телевизору, чтобы они выныривали? Кстати, да, этого не показывали. Моржи, да. Итак, вы в проруби, и что? Сижу я в проруби. Вот так сижу, сижу, чувствую, как грехи начинают смываться. Да вы что? Да, да, чувствую, еще минут пять посижу, и грешить вообще будет мне нечем. Да мне к самому холодно зябко стало. А дальше-то что? Дальше, когда я оказался в безопасном месте, в штанах. А, понятно. Мне говорят, ты целиком не одевайся. Подожди, надо подождать, когда придет тепло. Тепло пришло вечером. В чем здоровое такое пришло тепло? Тридцать девять и семь. Да, действительно. Тридцать девять и семь. Жара. Да. Слушайте, а скажите, вот среди ваших знакомых были случаи обморожения? Да, буквально вчера. Один отморозился, сказал, не полезу в проруби, все. Я его понимаю, в общем-то, да. Давайте не будем все-таки о грустном, да? Давайте все-таки о положительных сторонах моржевания. О положительных, да. Да. Значит, моржевание очень полезно. Полезно, конечно. Для здоровья. Для здоровья очень полезно. Значит, во-первых, во-первых, в прорубь нырнул, сопли пропали. Да вы что? Да, пропали, появились две сосульки вот такие. Это первое. Во-вторых, во-вторых, моржеванием лечит, значит, склероз. Так. Астма. Астма. Легкие. Легкие. Да, да, да. Запоры. Запоры. Проходят еще даже не дошел до проруби. У меня прошли. Да. И, кстати, недаром про вас ходят целые легенды. Говорят, что моржи живут до 120 лет. Не, не, не живут. Хранятся. А, видимо, я что-то неправильно понял. Конечно, да. Ну, хорошо. Скажите, а есть какие-то противопоказания? Противопоказания? Да, да, да. Нельзя нырять в прорубь тем, у кого несовершеннолетние дети. Это понятно, да. Единственному кормильцу в семье. Ну, тоже ясно. Нельзя. А, скажите, а вот беременным женщинам можно? Можно, можно. Нельзя мужчинам, которые хотят, чтобы их женщины были беременными. Тоже, кстати, понятно. Ну, хорошо. А скажите, вот как отличить профессионального моржа, да? Ну, вот, как вы. Как я, да. Ну, от любителя. Как вы. Не дай бог, конечно. Как отличить? Ну, 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 что я скажу. Моржи купаются абсолютно голыми. Абсолютно? Абсолютно голыми. Подождите. Это что же получается? Голые мужчины и женщины в одной проруби? Да, да не страшно. Не страшно. Через пять минут после пребывания в проруби голый мужчина практически ничем не отличается от голых женщин. Да. Нет, подождите. Голыми, что ли? Голыми, да. То есть те, кто купаются в проруби в одежде, это не моржи? Нет, это рыбаки. А вот теперь стало ясно, а то не понимал. Ну, хорошо. Подскажите, вот, допустим, я, да, к примеру, решил заняться моржеванием. Тьфу-тьфу, опять. Тьфу-тьфу, конечно. А с чего вы посоветуете начать? Начинать нужно однозначно с обтирания снегом. Обтирания? А как это начать? Ну как, утром проснулись голеньким из подъезда, выбежали на улицу, выбежали на улицу, и берете снежок, и давай обтираться им, а? Обтираться? Да. Ну и как ощущение-то? Не очень, не очень. Почему? У моего соседа просто четыре ротвели, да. Да, понимаю, да. Существуют какие-то вот, ну, правила обтирания этого? Да, конечно. Да? Конечно. Втирать снежок надо в больное место. Подождите. Я-то сам не болею, нет. Но место, которое хотелось бы сделать здоровее, у меня есть. Ну, и как, стало здоровее? Пока втирал, да-да. А потом? А потом, говорят, не волнуйся, кожа будет как у младенца. А, ну и что, стало как у младенца? Коже нет места, да. Боже мой. Ну, ладно. Но все-таки, несмотря на это, моржевание, я слышал, это целое движение, да? Да-да-да. С каждым годом вашего брата моржа, так сказать, становится все больше и больше. Ну, как больше и больше? Ну, как? В начале года больше. Ага. К концу года нас все меньше и меньше. Ну, берегите себя, Петр Иванович. Петр Иванович, можно, с вашего позволения, несколько вопросов от наших телезрителей? Да-да. Да. Вот пишет нам Сергей Нахманович, 62 года. Интересно. Скажите, правда ли, что Министерство здравоохранения советует заниматься зимними купаниями людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата? Ага. А с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ага. Просто пожилым людям? Значит, не верьте. Нет. Они хотят избавиться от льготников. Понятно. А еще один вопрос от одного из наших постоянных зрителей. А, пожалуйста. Цитирую. Да. Скажите, а в проруби, извините, можно сходить по маленькому? Можно. Нужно! Нужно! Это единственный способ согреться. Понимаю. Ну, и напоследок вопрос лично от меня. Пожалуйста. Признайтесь, вот перед тем, как вы в прорубь, да, вот, ну, да, вы принимаете вообще? Нет. Ну, что? Нет. Мы моржи не любим тех, кто пьет. Ага, почему? Потому что так нечестно. Так не холодно. Дорогие друзья, Петр Иванович моржовый. Ты новый. Главное, здоровье, чтобы было, Петр Иванович. Захибите, да. Идите, нагревайтесь. Дорогие друзья, прекрасно. Бессмертное искусство. И кому, казалось бы, можно еще доверить сцену после такого блестящего выступления? Кому, как не самому, Александру Малинину. Александр Малинин, дубль второй. Мне не забудут кицы, дубль, оба дубль. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, прекрасные дамы, галантные кавалеры. Я рад вас приветствовать на вечере старинного русского романса. Спасибо, спасибо, господа. Мне очень приятно, спасибо. Александр, я смотрю, эту страсть к старинным русским романсам у вас невозможно отнять. Отнюдь. Невозможно отнюдь? Отнюдь, отнять, отнять, отнюдь. Невозможно, дескать. Но все-таки, скажите, а откуда такая любовь к тем временам? Ну, это были времена гусаров. Вспомните, гусары собирались и ели картошку в мундирах. Потом снимали мундиры и просто ели картошку. А сейчас эти молодые... Мажоры. Мажоры, да, собираются и едят какое-то фондю. Это правда, я не фондю. Но позвольте... И ты не фонди. Вспомните, раньше в России, какие были времена герои того времени? Колчаковцы, Деникинцы, Петлюровцы, Бандеровцы. Причем здесь бандеровцы? Я спрашиваю, есть ли в зале бандеровцы? А то я все про Русь, да про Русь как-то могут и навалять. Не, Александр, вы знаете, власть бандеровцев уже закончилась. Скажите, а кто сейчас у власти? Деникинцы? Донецкинцы вас так устроят? Какая разница? Да и люди сейчас не те. Из дворян остались только я. До света Лобода. У нее такой знатный род. Знатный что? Знатный род. Род Лободских. Ну, я как бы не согласен с вами, но есть же и другие звезды. Да какие сейчас звезды? Виталик Козловский. Гали, гали, моя звезда. Может, гори моя звезда? Нет, гори моя звезда, гори моя. Я правильно все спел. Все правильно писал. Козловский, да. Но вы знаете, не это страшное. Страшно, что сейчас все попадают в шоу-бизнес через постель. И не только женщины. Эпиграф. Если у тебя шило в одном месте, не спеши менять шило на мыло. Четвертые сутки я крашу ресницы. Губная помада и лак для ногтей. Раздайте курсеты. Корнет Каляденко. Припудрите носик, поручик апрель. А где-то в тусовке, где люди искусства, Где мальчиков наших ведут на допрос, Не лезьте мне в душу. Корнет Сергей Зверев. Корнет Моисеев. Не суйте свой нос. Послушайте, голубчик. Я нормальный. Я не об этом. Александр, я понимаю, у вас в основном только старинные романсы, А почему нет современных? Ну почему же нет современных? Пожалуйста. Романс об инаугурации. Пожалуйста. Я въезжал в город Киев на белом коне, Но хозяйка косы улыбнулась мне. Я в Ивано-Франковск по пути заглянул, Но хозяин яйца хитро меня подвигнул. Я хотел на коне ехать в город Донецк, Но хозяин меня заявил мне как вздельца. Я б еще покатался на белом коне, Только конь тот не мой, а Рината Ахмед. Что ж, мы продолжаем, и у нас немного рекламы. В преддверии 8 марта суши-ресторан Япономать Приготовил специальное праздничное меню. Итак, салат диетический кикураги-сарадаки. Состав кикураги-сарадаки, Музяку-исаки, Маразяки, Сифаки-бузяки, Угарь-бузяки и сарафаки. В доставку входят имбирь, Соевый соус, Руки-вытираки и зубаки-ковыряки. Шашлык из сердечек, Кошаки и собаки. Салат из фасоли, Воняки-пуки. И дабл-пуки с двойной фасолью. Уважаемые родители, Для детей работает каляки-маляки. Горячее предложение, Красный перец и острый соус васаби, Глазаки-вылезаки. Капустный салат для женщин, Титяки-красивяки. Специальное предложение для мужчин, Коктейль из сметаны с грецкими орехами, Жеребяки. Коктейль из абсента, Саке и самбуки. Девчаки-убиваки на полу валяки. Приходите в наш ресторан, У нас работает караоке и писикаки. Саша, я понимаю, что это смешно, Но все-таки давай не будем ругаться, Мы как-никак с тобой интеллигентные люди. На Руси издревле ругались все, Включая интеллигенцию. Между прочим, интеллигенция ругалась больше всех. И вот вы представьте, Как же трудно было Александру Сергеевичу Пушкину, Истинному интеллигенту, Писать детские стихи. Нет! Нет! Саша, ну почему нет? Еще раз нет! Сашенька! Я вам говорю, нет! Саша, ну это же заказка. Я Пушкин. Причем здесь заказка? Ну, ну не важно, получится ли не получится. Меня не получится. Но здесь спрос на детскую литературу. Причем здесь детская литература? За это платят деньги, Саша. Причем здесь ваши деньги? Я Пушкин. Я матерщинник. Ну и что, Саша? Да что, Саша, я... Айда Пушкин. Айда Сукин Песа. Я Сукин Нос Я. Айда Пушкин Ёшкин Сукин Пуз. Нет, я... Айда Пушкин Сукин Кто Я? Сукин Сын. Вот! Я Сукин Сын. Саша, ну попробуй. Я Сукин Сын, как я могу писать о детях? Саша, попробовать-то можно, а? Хорошо, давайте, что... Ну, ведь было же там у вас вот что-то про лукоморье? Лукоморье. Дуб зеленый. Ну, вот хорошо пока. Золотая цепь на дубе-то. Да. И днем, и ночью... Саша. Вот видите, эти три буквы из меня лезут. Ну, замените их, ну... Так, хорошо, давайте, я подбираю. Так, выезжай, идем и ночью так, пёс учёный. Нет, не пёс. Нет, нос учёный. Какой нос? Нет, пуп учёный. Саша. Чмо учёный. Саша. Кот, 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 учёный. Пиши. И днем, и ночью... Кот учёный. Всё ходит по цепи кругом. Да, отлично. Идёт налево. Нет, налево пошло. Да? Да. Идёт направо. Отлично. Нет, не то. Идёт он вдаль, за горизонт. Идёт он за курган. Да идёт он нахрен, твой кот, понял? Александр Сергеевич. У меня не получается. У меня матерщина, это моё. Понимаете? Саша, давайте попробуем с какого-то другого места. Давайте другого. Я не знаю. Что? Ну, а что ж было там? Там злой кощей. Так, моё любимое. Да. Там злой кощей. Давайте. Над златом чахнет. Да. Там русских хвост. Видите? Тут можно поменять. Давайте менять. Хорошо, там русский кто? Ну, не знаю. Отменяй. Было? Там русский дуб. Нет. Интересно. Нет, там русский дух. Дух. Там русский дух. Там ххх, пахнет не очень. Не очень пахнет. Вот если бы был кот, котами пахнет, это хорошо. Нет, это плохо. А чем же это может пахнуть? Чем же это может пахнуть? Нет, ну там реально этим пахнет. Думайте, да. Может быть там деньгами пахнет? Нет, Саш, детские стихи там деньгами не пахнет. Нет, 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 а что, котами пахнет? Нет, плохо. Так сейчас, 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 я придумаю, я узруюсь, но я придумал, узрусью пахнет. Там Русью пахнет, отлично. Там русский дух, там Русью пахнет. Да, совершенно другое дело. Давайте, ну пока идет, давайте. Поперло царь-салтан, а купцы ему в ответ. Мы объездили весь свет, что до острова Буяна, царь вам кланяется, рьяно, вместо денег шлет поклон, а зовут царя Га... Саш, вот тут грубо, грубовато немножко. Совсем некрасиво про царя, да? Саш, поменять имя надо как-то... Гвидон! Гвидон хорошо? Гвидон, ай да я, суки, нос! Сашенька, да. Гвидон, Гвидон, Гвидон. Гвидон хорошо. Это хорошо, знаете почему? Почему? Дети не догадаются? Да не в жизни, я говорю. Да, а взрослые поймут, что царь был нехороший человек. Отлично, да, согласен. Ужасно. Есть, Гвидон. Все, идем дальше. Да, и дальше что? Царь-салтан, девица. Девица чуду молвит, коли жив я буду, то визит им нанесу у Гвидона отца... Нет, 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 нет. В какой-нибудь случае? Визит им нанесу, весь им остров обос... Ну что, сашенька. Визит им нанесу у Гвидона погащу. Навещу-погащу. Вот, отличная репа, да. Ай да, ешкин пес, а. Давайте дальше, дальше. Дальше белка, песенки поет, орешки все грызет. Орешки непростые. Сейчас корлупки золотые. Яйца, ядра. Ядра чистые изумрудные. Ядра чистые не очень. Ядра, ядра словно. Слава яйцам, слава ядрам изумруд. Слуги белку ту еб... Нет. Саша, нет. Стерегут. Стерегут, конечно, конечно. Слуги. Ах, да слуги. Стерегут. Остальное мишура вам клянусь на пи... Ой-ой-ой. Саша, ну соберите. Я матер-синик, я не могу по-другому вязать. Это кошмар просто. Я не могу, я пушкин, ешкин пуп. Вы прежде всего гений, Саша. Но я гений. Но у вас же море риф. Море. Что? Море. Что море? Вспенится бурливо. Давайте, давайте, давайте. Впенится бурливо. Зашумит, поднимет двоих, лынет на берег. Пустой, разбежится в быстром беге. И чудится на береге, вся кольчуга, чешуя, их выходит до... Нет, нет, нет. Саша, это... Много вышло. Дети могут испугаться. Дети испугаются. Их выходит и испугаться. Тридцать три. Достаточно. Тридцать три. Только вот... Чешуя, тридцать три. Чешуя, тридцать три. Что за риф, а? Тридцать три, тридцать три. Бокатыря. Уря. Вышли с криками, уря не выходит ни херя, понимаете? Надо делать перекур. Саша, ну все же нормально-то было, а? У меня не получается. Ну смотрите, царь Салтан почти готов. Почти готов, ну... Давайте золотого петушка чуть-чуть исправили. Ну вы уже исправили, у меня был золотой петушара. Ну это ж... Я исправил, конечно. Изменили смысл моих поэзий. Но дети все-таки, Саша. Ну а что там? Ну вот там дальше петушок на крышу сел. Царь нас чуть не оху... Саша. Ну вы убрали. Вы убрали. А царь... Петушок наверх забрался, царь нас чуть не обос... Он тоже убрали. Петушок наверх забрался. Саша. Ой, я гений, а? Отлично. Вот это частяк. Это можно детям от трех на шести рекомендовать. Да, это всем можно. Ну давайте. И дальше концовочка, Саша. В концовке я мастер. И царь указ последний дал. И в отставку уехал. Уехал? Ну не уешел. Не, я согласен. Уехал. Все равно это не концовка. И пошли тогда мой стандартный. И пошли все под венец. И приснился им... Нет. Кузнец. Кузнец? Да. Саша, они только из-под венца вернулись. Кузнец ночью мастер приснился. Нет, давайте другую концовку. Другую я там был. Да. Мед, пиво пил. Да. По усам текло. Вот такой у меня... Да, ну, Саша. Да даже для меня обидно сейчас сказать, понимаешь? Ладно, Саша, успокойся. Не получается у него, Саша. Лирика твою дивизию не получается у меня. Ну бог с ним, с этими детскими стихами. Ну что? Давайте что-нибудь для царя напишем, я не знаю. Для царя? Да, что-нибудь исторически актуальное. Это я люблю. Ну вот какие у нас новости? Какие? Ну, вот, например, поляки, поляки снова напали на нашу украинскую губернию, Саша. От Йоханнабады, да? Да, вот это надо как-то отопеграммить. А я сейчас всех вас отопеграммить. Саша, давайте, вот только беспошлость. Вы же знаете меня, для меня это легко. Да. Давайте, поехали. Беспошлость. Беспошлость. Хорошо. Для царя? Да. Про поляков? Про поляков. Ох, твои ляки. Саша. Это про поляков до конца ты слышишь? Ляхи, это поляки. Ну, хорошо. Напали на львов. Вот, львов нормально. Львов это не пошло. Хорошо, да. Твоих лях? Да. Дома ждут ляшки. Саша. Полячки. Ну, да, да. Ты хотел править ляхом среди хохлов. Да. А получишь хохла между ляшек. Саша. Да ничего не выйдет. У меня ничего не получается. Ну, это же царь просит, Саша. Ну, слушай, ну, давайте не будем тут всем врать. Царь. Прямо там меня царь просит. Да, между прочим, нынешний царь, понимаете, да. Вот просит лично, да. Просим русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Стоп. Что? Что вы сказали? Царь просит, я не знаю. Русского писателя? Ну, извините. Я же Пушкин. Да, но, Саша. Я поэт? Конечно, да, но поздно, письмо пришло, я не знаю, надо что-то отвечать. Какой писатель, значит, передайте своему царю. Да. Я ему не Антоша Чиханте. Понятно? Понятно, понятно. Я Пушкин, ешкин нос. Меня сам Державин на труд благословил. Да хоть Ширвин, Саш. Вы эпиграмму на царицу писали? Я писал. Я показывал. Ну, ну, ну. Я показывал. Просит изменить одну строчку. Какую? Вот, вы писали. Месяц под косой блестит. Да. А во лбу? Звезда горит. Звезда горит. Да. Не нравится Саше. Вот. Да, но он просит заменить. Смотрите, месяц под косой блестит. Да. А во лбу стрела торчит. Да. Но, Саш, царь просит, понимаете, это его море. Передайте своему царю. Саша, я не могу. Мне надоело писать под заказ. Я гений. Я поэт. Я должен писать о вечном. Саша, какой вечном? О вечном. У меня Онегин не дописан. Какой Онегин? Мой дядя, между прочим. Что ваш дядя? Мой дядя. Самых честных правил. Так. Дальше. Дай, давай, давай. Когда не в шутку заболел. Ага. Он уважать себя заставил. Да. Мой дядя просто аху. Саша. Саша, я вас прошу. Семенович на гене. Что такое? О, но без дрожки осталось. Студия полотал 95. А что вы хотели? Классика, ешь, шкинкот. Спасибо. Мы продолжим. Вы знаете, сегодня у нас в гостях будет группа Никита. Это очень эпатажная группа. Девчонки любят хвастаться своим телом. Че греха таить. Недавно Даша снялась с плейбоя и произвела там настоящий фурор, друзья. Но речь не об этом. Мы сегодня хотим поиграть с девчонками в игру. Старая добрая игра. Детская, дворовая. Многие из вас ее знают. Кто не знает, я напомню. Это когда берете обычную песню. Ну, известную всем. И в конце каждой строчки добавляете. Либо. Ну, серьезно. Ну, вот, допустим, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плохо он. Да, ну, допустим, допустим. Поэтому, дамы и господа, хочу пригласить на эту сцену Юлию Кавторадзе и Даша Стапио, группа Никита. Девчонки, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Даша. Очень давно мечтали увидеть вас у нас в квартале. Спасибо большое. Ну, это официально. А вообще, сегодня, вы знаете, ваша творческая группа популярна не только благодаря вашим замечательным песням, но и в целом вашим неповторимым сценическим образом, естественно. Да, первый вопрос. Это Евгений. Евгений. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер, Евгений. Спасибо большое. Ну, он оформляет, так сказать, да. Первый вопрос, ну, он, думаю, несложный. Как вы познакомились с Юрием Никитиным? Это ваш продюсер. Очень интересный вопрос. Познакомились, как бы, есть такая легенда. Юра увидел меня в Плейбое. В Плейбое. И, конечно, он меня пригласил на кастинг в группу Никита. Конечно, конечно, да, да, да. Ну, ну, ну. Понятно, почему пригласил. Почему-то все время хочется смотреть направо. Ну, что, Женя там, в общем, он в теме. Он поддерживает. Да, ну, это другой вопрос. Ваше творчество с Юрием Никитиным нельзя назвать, собственно, бесполезным. Конечно, конечно, у вас такие песни. Ну, мы все их с удовольствием слушаем, смотрим ваши клипы. И хотим спросить, вы будете работать в том же стиле? Вот. Или нам ждать чего-то новенького? Ну, конечно, мы будем продолжать нашу тему сексуальной агрессии. Сексуальной агрессии. Сексуальной агрессии. Тут, собственно, понятно, без слов. Конечно, будем готовить второй альбом. Чуть-чуть менять стиль. Ожидайте побольше качественной музыки. Побольше хотелось бы. Женя самый красивый. Тем не менее, да. Ну, отвлечемся от Жени. Вы знаете, недавно в одном интервью я слышал заявление, что вы хотели бы стать президентом. Кто бы не хотел. Но, естественно, да. Я уверен, если бы вы вышли на Майдан, то тысячи мужчин, сразу не оглядываясь, побежали бы за вами. Да. Ну, это дело будущего. А если не секрет, на предстоящих выборах вы голосовали за Виктора Федоровича? Или за Юлию Владимировну? Ну, я думаю, что... Наша страна выбрала... Жители нашей страны выбрали самого достойного кандидата. И ситуация в нашей стране наладится. Мы очень надеемся. Слушайте, ну, благодаря вашему творчеству так это точно. Поэтому последний вопрос. Буквально... Как вы думаете, ваша песня понравится не только тем, у которых хорошее настроение, но и тем, у кого не очень? Или тем и другим? Я думаю, наши песни понравятся всем. Дамы и господа, у нас в гостях в вечернем квартале группа «Никита». Когда нас вызывают на бис? Нет, это не угроза и не плохое настроение. Это просто кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер на бис. И зрители вздыхают, и сердце замирает, И девочки в экстазе закрывают глаза, И гром аплодисментов, и вес на сто процентов, И катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, Это вам не шашки и не домино. Это не прикол, это не каприз, Это просто значит будет номер на бис. А вы знаете, после того, как Виктор Андреевич Ющенко поставил памятник Голодомору, Леонид Черновецкий в каждом дворе поставил памятник Голодолёду. Итак, главный травмпункт города Киева. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы тоже все к травматологу? Нет, вообще-то я шёл к психиатру. Но по пути поломал голову, ногу и руку. Вот я и здесь. Ого, это я тоже вчера с булочной. Только до подъезда дошёл, как упал. И на спине по ступенькам вниз ехал. Это хорошо, что до этого я бутылку водки выпил. А то разбил её к чёртовой матери. Доброе утро, больные. Как вас много сегодня. Ну что ж, начнём приём. Кто первый, заходите, просто... Идите, идите. Удачи вам. Да. Да. Бардак. 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 А всё потому, что я вам скажу, городские власти ни черта не убирают. Да всё мы убираем. Раскудавкались. Вам лишь бы на власти всё валить. Вы убираете? Да люди падают. Видите, куча снега, льда. Аварии на дорогах. Вы выйдите на улицу. Да как же я выйду? Посмотрите, у меня ноги поломаны. А люди падают, потому что пьяные. А аварии, потому что наша милиция ни хрена не смотрит. Так, всё мы смотрим. И всех мы видим. Кстати, где вы? Вот здесь. И не нужно мне тут на милицию нашу наезжать. А я вам так скажу. Пока нашему мэру на голову сосулька не упадёт, в городе лучше не станет. Да. Но упала. И что? Больной, куда же вы? Я вам только лопиум вколол. Да не гони, доктор. Всё нормально. Да, швань. Сегодня целый день идёт снег. Он падает тихо, кружась. И сегодня я его снова целый день не убирал. Ты спросишь меня, мой дружок, а почему? А я отвечу. Ни я его разбрасывал, ни мне его убирать. А я, не я его убираю. Такого гололёда... А-а-а-а! Такого гололёда... А-а-а-а! Не помнит ни подол и ни сырец. А снег не знал и падал. А снег не знал и падал. Земля была прекрасна. Но скользкой, как бздец, Марс крутит, летает. Летает и влетает в BMW, Заметает зима, заметает всех, кто ехал в Chevrolet. Такого беспредела, такого беспредела, Давно не помнят в киевской земле. Вон крутит сальто батя, собачка на шпагате, И парочка влюбленных гуляет в колее. Дед кружится. Взлетает, взлетает головою об порог. Забирает Борис, забирает тех, кого не забрал Господь Бог. Такого долболёта, такого долболёта, Не знал наш старый киев до сих пор. Погода была ясной, снежинки пели страстно, Жена была прекрасна до выхода во двор. Мать кружится, струится, летает и ласкает и пьянит. Наш народ никого не ругает, Он так с мэром говорит. Взлетает, взлетает и ласкает и ласкает и ласкает. Взлетает, взлетает и ласкает и ласкает. светленький а ты свою жену с 8 марта поздравил а когда у моей жены 8 марта как и у всех вовочка сегодня сегодня лишь спасибо что напомнил я забыл сейчас позвоню подожди мужики у кого-то есть номер телефона моей жены ну хорошо но цветы цветы ты ей когда последний раз дарил леночка сегодня подарю интересно какие же какие мне люди подарят и подарю я просто не понимаю что ты нервничаешь вообще сейчас после после концерта вышли зашли в цветочный орех купили веточку мимозы на и все еще и все веточку мимозы веточку мимозы да и все мальчики да вы да вы хоть представляете что чувствует женщина когда ей на 8 марта дарят веточку мимозы что вот вот вы пили безалкогольное пиво но вот саша что ты ты своего сына когда последний раз видел на фотографии узи пацаны у меня а ты тоже хорош пожалел бы свою жену она же у тебя полдня тратит только на то чтобы погладить тебе пол рубашки хорошо сложно я не знаю что так денис к одному тебе у меня претензий нет я твою стерву ненавижу такого как ты ей надо это потому что у нее грудь больше вот теперь а вот теперь я и тебя ненавижу понял и все вы все вы такие же лена вот тут не надо обобщать ладно я в отличие от некоторых со своей женой все свободное время провожу конечно она же у тебя барменом ресторане работает вы хоть помните как зовут ваших жен конечно мою нюся моя мася чуча мусик кнопочка лапундрик нормально а твою юра котик котик видишь подожди юра у тебя же нет жены а зато у меня есть котик не переживай я скоро буду ему и звоню он же переживает волнуется юзик ну хорошо ты свою жену как называешь ну курочка моя ну а еще ну зайчик рыбка щука фарширована поросенок с креном а я бы на твоем месте так не веселилась вот ты мне скажи по секрету да ты когда последний раз со своей женой любовью занимался а я между прочим считаю что секс не самое главное в жизни да да я уже три года воздерживаюсь я этот как его ацтек аскет аскет да 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 я об этом и говорю женя ацтек не ленка жена у меня хорошая но все прекрасно понимают и дочери уже 8 месяцев она уже бегает все хорошо подожди что-то я не понял что и все нормально да ты сказал три года от секса воздерживаешься да но а дочери 8 месяцев что непонятного ты ничего не перепутал зайдем с другой стороны давай давайте ты за женой все время наблюдаешь ну да шо ты в командировку уезжал не за хлебом выходил не отворачивался не делаем ну моргал да нет ну может у вас кот есть да а что дочка мышей ловит молочко из блюдца лакает обувь метит все понятно я не понимаю о чем он говорит не аскетт и трепло я от стек я понимаю конечно вот ребята я о том же вы наверняка забыли когда вы последний раз говорили я тебя люблю я вчера вот денис крики на концерте я люблю тебя херсон не в счет да мальчики вот не о том вы думаете вспомните как красиво за нами ухаживали раньше вот помнишь вовка как ты на последние деньги купил своей ленке сто одну розу и пусть это были ее последние деньги да помню но зато как было романтично ой мальчики как жаль что вы об этом забыли обиделась как жаль что дарим мы цветы лишь раз в году как жаль что в этот день я елку выношу как жаль храплю бывает пью как жаль что вру что устаю когда люблю не говорю тебе люблю любви избудется мечта твоя сначала сначала а после я так жаль что все слова сейчас пусты и засыпаем мы с тобой сначала я а ты как хорошо что у меня есть ты так обалденно не накрашивай с утра как клево за рулем кричишь ты сам дурак как вечно взгляд тебя весы как взгляд носки как взгляд трусы как мило ты краснеешь от длина готовлю завтра твою честь как жаль придется это съесть как хорошо что сядем вместе у окна как хорошо что есть весна и есть любовь есть ты и я как хорошо что есть у нас страна как жаль что любим Украину раз в пять лет так жаль что совесть не для всех уйдет любовь как первый снег мы снова вас вы снова все и верим мы когда нибудь мы вас отправим в дальний путь и все свое берите в черту за собой а нам страну одну на всех мы вам любовь а вы нам смех я рад что вы всегда со мной у 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